У нас вторая участница чит-кода Александра Антонова. Ну, давай. Давайте похлопаем Саше. Так, давай, заходи, садись. Бери микрофон. Надеюсь, он будет работать хорошо. Всем привет. Меня зовут Саша. Я пошла к Владу на чит-код. Мне 21 год. Что, про себя расскажешь? Да, расскажи про себя. Почему решила пойти на чит-код? Были ли какие-то страхи? Как их преодолела? Так, ну, вообще у меня есть опыт некий в продюсировании. Я работаю с девушкой-продюсером, получается, с осени. И мы вместе запускали проекты для разных экспертов из разных ниш. Но сейчас я хочу расти. Я понимаю, хочу взять свой проект, сделать свой первый запуск. И поэтому я решила вот прийти на курс. Из страхов? Ну, страхов много. Первое — это то, что не получится самой. То есть раньше я всегда работала там с кем-то, с какой-то командой. Я никогда не была одна. А здесь, ну, такое, как свободное плавание, океан. Сейчас, извини, Саша. А что это вот эти за звуки? Бым-бым-бым-бым. Снег убирают, да? А, это никак не убираем, да? Дима, включи iPad, пожалуйста, сейчас уже начинаем. Так, Саша, сколько лет? 21. Вау, 21. И ты говоришь, ты работаешь с продюсером? Да. Он тебя продюсирует? Нет, я работаю ассистентом. А, ты ассистент продюсера. Уже был опыт, значит, в запусках? Да. Окей, ассистент продюсера. Какой опыт был в запусках? Что делали? Смотри, мы запускали школу свадебных организаторов, там 11 миллионов было. Вот. Работали еще с психологами и делали из того, что я помню, декомпозицию для модельного агентства, чтобы им выйти на доход в 30 миллионов. Второе психолога? Да. Школа психологии? Ну, там психолог был, вот. Если честно, я даже не помню, кто, потому что я составляла офферы для рассылок. А, ты помогала находить экспертов, продюсеру? Нет, я, получается, помогала. Вот когда мы работали с психологом, я помогала искать клиентов из холодной аудитории, чтобы потом продавать консультации. А, это у вас так запуск, да? Наняли ассистента, ищи клиентов. Не будем делать прогрев. Вот поэтому я и хочу сама научиться именно делать прям крутой, классный запуск, чтобы все-таки посмотрели, сказали вау. Да. Я уверен, что через листовки тоже можно клиентов найти, да, тоже запуск. Психолог, хорошо. А ты в этих запусках принимала какое-то участие? Внутрианку видела, организовывала или... Я больше была именно ассистентом. Личным? Да. Окей. У продюсера? Да. Окей. Сейчас ушла? Ну, можно сказать, сейчас, да. Не работаю. А он знает, что ты ушла? Ну, в целом, да. Но мы поддерживаем связь, мы подружились хорошо с этой девушкой. Вот, то есть мы в хороших отношениях очень. Окей, хорошо. Ты учишься еще? Да. Вы не верили? Экзамен. Ого. Я тут сижу. А на кого? На экономиста. А, окей. В каком универе? В вышке. О, круто. Я тоже с вышки. Окей, хорошо. И что? И получается, ты... А сколько зарабатывала? Ну, 150к в месяц. Ну, это хороший гонорар для ассистента. Что-то полезное, значит, дело. Круто? Да. Окей. И... Ну, ты, получается, влияла на продажи, по сути. Ты приносила клиентов. Ну, да, я могу сказать, что от меня приходили точно клиенты. Да. Вот, но я не могу сказать, что у меня была именно большая какая-то включенность в проект. Я не особо понимаю все эти процессы. И я не понимаю, например, как организовать команду. Как создать команду, именно которая будет эффективная. Окей. Не просто там несколько человек каких-то, а чтобы круто было. Окей, хорошо. Давай поступим так. Так, у тебя сейчас запрос на то, что ты хочешь быть продюсером. Да. Окей. Ты понимаешь, что делает продюсер? Продвигает продукт. Делает, пишет прогрев, по сути. То есть, смотри. Кому интересно вообще понять, что делает продюсер и как продюсеру заработать деньги? Поднимите руку прям вот, чтобы я видел. Да, окей. Хорошо. Есть еще интересующиеся. Смотри. Объясняю вначале на очень простом языке. Что важно понимать. Какие отношения складываются у продюсера? Есть продюсер, а есть эксперт или блогер. Это наша звезда. И это мы должны понимать, да, что мы по сути своей не… Ну, как бы мы подсвечиваем нашу звезду. И вот это, ну, такой нюанс в продюсировании, что ты можешь, конечно… Вот я, например, в департаменте, да, у нас такая история, что я еще как эксперт основной выступаю в курсе. И меня тоже снимают на сторис, но часто это такой серый кардинал. Плюс в том, что вы можете отстроить все процессы, собрать команду, и ты не должна там 2-4 на 7 в сторис выходить, снимать. У тебя как бы запуск идет. Самое ключевое, что тебе нужно делать на первом этапе, что я вам точно советую и без чего запуск не получится. Без эксперта. То есть ты круто выглядишь, доверие вызываешь, да? Как вам вот пришла такая вся яркая, приятная? Да? Или у меня только? Да, окей. Да, ну это классно. На самом деле я очень советую тоже брать обратную связь, заниматься стилем, заниматься коммуникацией. Вот я сейчас пошел на школу ораторского искусства, чтобы еще больше меня было понятнее, слышно, то, что меня там учат в глаза смотреть, прям вот конкретно. А то я, бывает, смотрю куда-то вот в степь на всех и ни на кого. Там держать публику, на двух ногах стоять, потому что мы так более уверены, да? Это тоже фишки. И любому эксперту это полезно. Поэтому навык коммуникации – это вообще супер история. Я когда в СММ работал с Ксюшей Шипиловой, вот она очень прокачала меня по коммуникации, она суперчувствительна во многих моментах. И вот когда ты умеешь с такими людьми работать, это сразу круто. Они что любят? Это чтобы ты был не душный, не токсичный, изо рта не воняло, чтобы выглядел приятно, чтобы ты в целом был очень легок на подъем, потому что у меня даже в команде я не работаю с теми людьми, которые эксперты, но они говорят нет. Ну, типа, особенно ассистенты. Не было такое. Нет, это не можем. Нет, нет. Нет, что это? У тебя есть идея, и ты либо говоришь, да, давай, но, или подумаем, а просто нет, отруби, да, вот так, нет. Поэтому здесь навык коммуникации прокачиваем. Мне кажется, что ты будешь как раз-таки таким продюсером, который будет показывать, что она там летает, путешествует, классно живет, классный образ жизни, но у тебя будет в партнерстве либо человек, который суперструктурный и ответственный, либо партнер, либо проект какой-то. Вот тебе надо заморочиться об этом. И я тебе сейчас подсвечу, как бы я на основе твоего опыта делал запуски. Вот. И смотри, то есть что мы видим? Первое, это продолжать качать коммуникацию, коммуникацию. И здесь, если есть коммуникация, вот, если есть, вот ты на мероприятие сейчас пришла, сфоткаться надо, в ленту выложить. Меня, к себе. Потому что, если есть какие-то известные люди у нас в ленте, и если тебя не знают, а меня знают, то больше доверия. И так всегда. Вот у меня есть ученики некоторые, которые, они прям вот на каждой встрече, ну, они на наставничестве были. Вот. Илья, например. Вот сейчас они продюсируют со мной в партнерстве. И вот у нас были встречи с Женей Ложковым, с экспертом, с Турлаковым, Рилс. И он вот их всех отмечает, сенаторов Артем. И вот, понимаете, даже там вот со мной были на... каком-то там мероприятии. Вот. И даже если нас не знают, но знают тех людей, больше доверия. Тебе нужно через Инстаграм-аккаунт создать доверие к тебе. Классная, вайбовая, еще и известные люди есть, поэтому на всех мероприятиях, где есть известные ребята, ты старайся фоткаться и в ленту это публиковать. Можно как-то... У тебя блог-то ведешь вообще? Нет. Только начинаешь, да, наверное? Ну, это как раз вот мой такой вопрос. У меня есть проблема, я не вижу себя со стороны. То есть, когда я занималась там SMM, например, и вот я вела бренд обуви, я видела, что им можно выкладывать, как повысить их узнаваемость. Но для себя это вообще полный ноль. Я вот не могу себя воспринимать как какой-то проект. Да, тебе какая-то ролевая модель нужна, чтобы ты вначале от нее отталкивалась. Вот я тебе советую. У меня Лиза Савкова. А кто-то знает Лизу Савкову? Поднимите руку. Ну, несколько человек, да? Она была вначале моим ассистентом, потом она стала в партнерстве со мной делать запуск по SMM, потом она стала продюсером. И она продюсирует Катю Голден и сама запуски делает. Вот ты можешь посмотреть на ее аккаунт, то есть она тоже не про такой душный контент, она очень вайбовая, легкая, там эстетику показывает, но при этом она делает хорошие цифры в запусках. Четыре главных инстайта после обучения за полтора миллиона рублей. Ну, я бы тебе вот просто проанализировал ее контент, потому что это пример девочки-продюсера, которая зарабатывает там от трех от пяти миллионов в месяц на запусках и обучает еще сама. И вот тебе бы вот несколько ролевых моделей собрать, кто нравится, кто откликается по ценностям, и в эту сторону самой идти. Потому что, когда ты на чит-коде, точно обучение прям снимает встречи, разборы, уроки, показывает, что ты проходишь обучение, то, что ты уже в контексте. Потому что сейчас пока контекста нет. Я бы… А у нас, кстати… А, у нас сейчас выйдет уже модуль по поиску экспертов как раз. И там будет воркшоп по упаковке профиля. И, во-первых, точно на русском. Имя, фамилия. Аватарка хорошая. Но уже напиши, что ты… У нас там прям готовые фразы будут. Типа, там, масштабируй экспертом, создаю онлайн-проекты, продюсер, резидент там… Ну, не резидент, можно сказать, в команде кромской или резидент. Как-то так написать. Потому что не ученик. Потому что с учениками не хотят работать. Но меня отметить и школу – это имиджевая история. Как у нас пишут, резидент департамента эстетики. Курс кто проходит, и они сразу… О, ты из департамента. Прикольно. Вот. С точки зрения личного блога, что еще советую? Ну, смотри. Давай так. На перспективу подсвечу моменты. Когда… Вот у нас, кстати, будут готовые сценарии для рилсов. То есть ты можешь просто напротив камеры сесть. И вот такие, как я снимаю, рилсы. В своем вайбе, в классной студии мне нравится пример Идрис. Есть такой парень, который занимается гвест-менеджментом. И у него такой рилс приятный. Вот, смотрите. Приятная студия, классно выглядит и что-то говорит. И я бы вот выбери для себя место, где тебе будет кайфово. И вот поснимай прям про запуски и про продюсирование. Это будет суперсильная история, когда ты уже заходишь на профиль. Сама красотка еще и в запусках разбирается. Супер. Вот Маша Саладар, по-моему, такой была. Она вот продюсер, достаточно известная была в рынке СНГ. Она сейчас в Америке уже делает запуски. И сама ей классно выглядит и со всеми общается. И еще и очень экспертна в маркетинге. Вот тебе вот эту экспертизу, сейчас твердость взять с чит-кода, прям по несколько раз все пересмотреть. И у тебя офигенная будет база. И тебе нужно такого же эксперта-блогера, с кем вот тебе суперлегко. Вы прям девчонки, подружки будете. Ну, кстати, в эту тему я уже взяла девочку на наставничество. Вот я посмотрела урок правомышления. Я такая думаю, ну, нужно начинать с чего-то. И мы договорились с девочкой, которая занимается духовностью. Она из Владивостока. Мы будем работать на наставничество по продажам именно. То есть я вижу прям четко по ее профилю, что можно сделать, что можно улучшить, как бы как ей продать больше. Вот. Мы договорились с ней на 50% от чека. 50% от прибыли? Да. Ты получаешь? За месяц. За месяц и в ее запуске? Ну, я не могу сказать запуск, потому что у нее есть наставничество, но она его продает сейчас, она из него получает там 30 тысяч рублей, а ведет человека два месяца. Вот. То есть, ну, мы сделаем анализ целевой аудитории, потом там продуктовую линейку сформируем. Ну, по сути, ты продюсер там. Посмотрим. Ну, по сути, да. Я бы тебе советовал вот этот кейс взять как продюсерский. Ну, то есть сделать чуть больше, да, проанализируя аудиторию, сделай там прогрев, какие-то смыслы, потому что пообщавшись с аудиторией, ты уже поймешь, что им нужно, чтобы продать эту историю, что показать эксперту. И рил с воронки. Вот насколько сможешь повлиять в запуске, настолько повлияй, это будет твой первый кейс. И ты с этим кейсом пойдешь к другим. Ты можешь даже посмотреть, на кого она подписана, точнее, кто на нее подписан. Вот есть очень прикольный сервис Label Lab. Я им часто достаточно пользуюсь, чтобы анализировать блогеров. И там есть такая Label Lab. И там есть очень прикольная история, кто подписан на этого блогера из известных людей. И ты как раз сейчас делаешь запуск своему. Вот смотрите, самые популярные подписчики вот этого блогера. Ну, то есть я вот здесь вот Кристину, например, посмотрел. Вот мой ученик продюсирует. Вот самый, то есть на этого человека подписан блогер с аудиторией 300 тысяч. 100 тысяч, 102. И ты делаешь запуск своему, а потом в сервисе еще смотришь, а кто на нее подписан. Если подписан, значит знают. А если ты к этому человеку в директ напишешь, то смотри, я вот ей уже помогла, хочу с тобой поработать. Больше доверия. Да? Чем просто к незнакомому идти, можно через знакомых развиваться. Это как сарафанное радио. Одна, другая, третья, и все в этом окружении. Вот, и первая коммуникация. Второе, тебе нужно понимать стратегию, потому что продюсер, вот я, у меня очень прокачена коммуникация, у меня прокачена стратегия, понимание, что нужно делать, стратегия, стратегия. И команда. И вот по сути, когда ты понимаешь, что ты можешь найти проекта классного, сценариста, если у тебя тема психологии, ты находишь сценариста, который уже запускал психологию. Если тема Wildberries, там живой, родной, если ты запускаешь тему Wildberries, берешь сценариста с Wildberries. У меня, например, в основном эстетские проекты по контенту, я всегда беру одного и того же сценариста, кто там с департаментом работал. Я понимаю, что мы умеем делать запуски в теме контента, и эту команду я беру на другой, например, запуск. Вот. И вот эти три элемента. Вот твоя задача, в них прям супер быть экспертным. Потому что я сам, ну, не знаю технически, как там что настраивается, я сам не пишу прогревы для блогеров. Вот если вот здесь вот есть потенциал, вот в этом человеке, то всей команде интересно поучаствовать. В этом проекте. А если вы берете какого-то там, не знаю, подружку, у которой 500 подписчиков, которая недавно прошла курс по психологии и хочет запускаться, то сильным ребятам это неинтересно. Надо понимать, что работают не только за деньги, а еще и за кейс. Поэтому суперкоммуникатор. Здесь добавляешь и лайфстайл контент, и экспертный рилсы записываешь, ну, в аккаунте. Вот. И давай так. Вот здесь. Что больше актуально? Стратегия, в которых обычно делают запуск, по шагам. Типа как делать запуск? Я тебе могу сейчас рассказать, чтобы у тебя уже легло, и ты могла экспертам говорить, что планируем. Или какая-то другая тема? У меня больше актуальна команда, потому что стратегию, наверное, вот в целом я понимаю. А там какие-то точечные моменты, это все будет на курсе, я уверена. А вот по команде у меня прям большие вопросы, то есть с чего начать, вот как начать собирать команду. Да. Хорошо. Смотри. Я тебе тогда подсвечу. Это на основе вот такого, назовем это таймлайн запуска. Это вот весь путь, который мы проходим от старта. И на каждом пути есть какие-то задачи. Например, когда мы начинаем, то задача — это просто анализ аудитории. Мы делаем анкету, и ты можешь сама ее сделать. Анкета анализа аудитории или перекличка. Знаешь, что это такое? Google форма, где блогер публикует анкету и спрашивает, давайте с вами познакомлюсь. Когда мы увидим потенциал, мы уже вот следующим этапом это набираем команду. Команда. Команда собрана, потом начинается прогрев, создается ажиотаж. После прогрева какое-то ключевое действие — это либо анкета предзаписи, анкета предзаписи на обучение, либо вебинар, либо Zoom, либо разборы. Обычно разборы — это следующим этапом. Ну и следующие этапы — это уже дожим аудитории, когда, может быть, у вас после вебинара — это открытие продаж в блоге, открытие продаж, или какие-то... Вот мы в департаменте очень любим делать мероприятия по типу лекция бесплатная. Что еще? Ну вот я даже... Кто-то получал бесплатный модуль по мышлению, чит-код. Да. Ну вот мне с близких друзей написали, все, кто получили, вам моя команда напишет и пообщается по поводу чит-кода. Это тоже вопрос, что захвата внимания, ну типа это данные мы получаем, а вы получаете доступ к курсу, если вам заходит все и нравится, вы идете на обучение. Вот. И мы в департаменте тоже так делаем. Мы даем какую-то лекцию, вживую проводим или модуль даем в подарок. Вот. А потом уже команда общается и тем, кому заходит. Поэтому, ну вот, стандартные запуски, они в целом так и идут. И по сути твоя задача что? Чтобы были продажи, тебе нужен, вот через анализ, понять, какой продукт запускать, какой продукт. Потому что многие, вот я помню, даже мы с одним блогером запускались, она говорит, вот я хочу клуб по подписке создать, чек-лист кто-то хочет создать. Но на этом нормально не заработаешь, на чек-листе за 1000 рублей, да, особенно если маленькие охваты. И твоя задача как продюсера все-таки убедить, что мы делаем, например, наставничество на высокий чек. Или, если большая аудитория, делаем какой-то флагман, не за 10 тысяч, а за 50 тысяч, за 70 тысяч. В рассрочку будут одобрять. Там, когда я вы сделала, поняла, что аудитория интересна. То есть вот здесь вот какой продукт, когда продукт понятен, есть блогер, следующий этап команда. И вот в команде у меня есть ключевые игроки, которых я собираю всегда в первую очередь. Здесь первое. Как думаете, кто это? Ассистент еще? Проджект еще? Сценарист. Сценарист. Методолог. Вы сам. Ты будешь в команде запуска или нет? Я нет. Давайте так. Здесь либо project, первое, да, project, либо бизнес-ассистент. И здесь я вам подсвечу свой подход, но бизнес-ассистент – это по сути тот же project. Это человек, который управляет процессами, который помогает все организовать, найти, договориться, планерку, даже найти других людей в команду, все создать, организовать. Это человек, который управляет процессами в операционке. И здесь можете на первых этапах сами быть project'ом. Ну, чтобы там, например, никому не платить или что-то такое. Но если, например, ты новичок и только заходишь в запуски, и у тебя классный эксперт, офигенный, который там классная аудитория, большой актив, то я бы брал project'а. Вот у меня ученики, например, они сейчас как делают запуск? Для них это первый опыт. И я понимаю, как повысить вероятность, чтобы запуск точно зашел. Я просто беру команду профессионалов и в этой команде есть project, который уже делал запусков там типа десятки и на 10, и на 20, и на 50 миллионов. Ему сделать новый запуск вообще не проблема. Он понимает, какие процессы, как все настроить. Вот. Поэтому первое — это project. Второе. Есть понимание у всех, кто такой project? Поднимите руку. Зафиксу или за процент? Когда деньги есть, зафиксу. Когда денег нет, за процент. Ну, вы же можете, по сути, у вас есть актив уже, это договоренность, потенциальный актив, в который можно там миллионы рублей зарабатывать. Поэтому если в моменте не хотите платить, то можете сказать, давай я тебе 5% дам, а ты будешь project'ом. Есть суперкрутые project'ы, которые берут, ну, они уже как директоры, они берут небольшой процент от прибыли. 1, 2, 3%. Вот. Но в целом, ну, в среднем project 70-100 тысяч в месяц стоит. И я с командой, мы стараемся на постоплату договориться. Вот в момент, когда выручка приходит, мы платим. Поэтому у нас нету каких-то больших расходов до выручки. А второй человек — это сценарист. Вот для меня это ключевой человек. Я, ты можешь прокачаться в сценариях и быть суперсценаристом. И есть такие продюсеры, мне уже страшно, мне кажется, сейчас у нас что-то тут обрушится на нас. И есть такие сценаристы, есть такие продюсеры, которые очень, они начинали со сценаристов, и они сейчас работают в продюсировании. Но если мы хотим масштабироваться, развиваться, то собирать команду — это вообще первое, что надо уметь. Дальше, когда ты будешь прокачиваться, ты можешь со сценаристом как раз обсуждать идеи, стратегии, давай это, давай то обсудим. Но найти сценариста на запуск для меня — это уже полдела. И третье — это методолог. На самом деле, методолог для меня, вот я сам был методологом для своего курса по SMM. Типа сам составил программу, потому что есть понимание, что дать ученикам, сам записал. Мы даже сейчас в департаменте некоторые уроки записываем на iPhone, потому что по качеству ничем не отличается. И вот методолог — это последнее по приоритету, что нужно. Но когда есть методолог, вот мы в Казахстан летали, мы делали запуск на казахском языке. У нас вся команда российская была. И у нас методолог, он все под ключ взял. Это было так удобно. Мы ему дали эксперта, она сама созванивается с экспертом, составляет программу, пишет все сценарии для уроков. Под суфлер этот эксперт садится напротив камеры, записывает. Дальше этот урок методолог контролирует, чтобы его монтажер правильно смонтировал. Дальше отдает редактору. Редактор на основе этого урока пишет техническое задание для дизайнера, чтобы были слайды. Дизайнер делает слайды. Эти слайды вставляются в урок. Методолог проверяет финально, делает домашние задания, готовит доп. материалы, выкладывает на платформу. Сколько стоит? У нас методолог, он самый дорогой на рынке, наверное, он стоит 600 тысяч за проект. Но когда у вас запуски уже на десятки миллионов рублей, 600 тысяч вы можете себе позволить. Когда у вас запуски на миллион, не хотелось бы. Поэтому лучше самой вначале выступить. Есть методологи за 100 тысяч, за 200, за 300. Просто если задачу поставить и найти методолога, есть даже уже HR-специалисты, которые чисто в инфобизе. Они знают, как найти сценариста, как найти методолога. Есть там какие-нибудь тиндер, вот эти каналы, тиндер продюсер эксперт, там можно вакансию кинуть. Ну, то есть, если ставим запрос найти сценариста методолога, точно найдется прям в ближайшее время. Уже рынок развит, таких людей много. Вот. И либо со всеми можно на процент договориться, чтобы не платить, либо за фиксу какую-то. Что еще? По команде какие вопросы? Ну, вообще, вроде понятно. Да. И вот смотри, у вас, когда начинается запуск, project, он контролит все процессы, чтобы сценарист вовремя написал сценарий, чтобы это было передано блогеру, чтобы блогер это все снял. Если вы какие-то делаете вот такие мероприятия, project, это все тоже может найти студию, может организовать. Дальше, там, например, оператор снимает, project у оператора просит, чтобы это передал методологу. Ну, вот такая движуха, да. Вот если посмотреть на наш чатик, вот у нас есть, например, по-моему, ДА, департамент эстетики. Вот у нас технический отдел департамента эстетики, чат, инфо, директологи, материалы для прогрева, кейсы департамента. Вот мы просто в Телеграме работаем, и нам очень удобно. Туда все. И также в Кромской скул. У меня прям Телеграм-менеджмент. Мы туда все. Вот отдел заботы, команда, методология. В методологии обсуждаем чисто запись уроков. Вот здесь вот методолог, вот здесь слова обсуждают, что уберем, что добавим. Вот. В команде там внутренние наши моменты командные. Вот. И твоя задача как бы создать вот эту экосистему, типа вот давайте чатик с методологом, чатик с сценаристом, чатик командный, чатик отдельно с блогером, чтобы он не видел вот этой всей движухи, которая происходит. Вот. И очень круто, когда ты настроил эту работу, и у тебя есть время со стороны смотреть сверху. А что где? А где проваливается? А где нормально? А сценарист вывозит? Нет. А прогрев заходит или нет? И ты вот на пульсе руку держишь, но ты не вовлечена в все операционные процессы, и тебе намного проще тогда контролить все сверху. Потому что бывает, ты там сама сценарий пишешь, а у тебя здесь там типа сайт не работает или домен надо сделать. И ты как этот инспектор гаджет и все подряд делаешь. И тогда выходит и суета. И тогда вот эти вот запуски, где ты еле выживаешь и спишь по два часа. Ну, такое не хочется. Ну, нет. Лучше тебе... То есть это менее маржинально, то есть прибыли меньше получишь, но тебе лучше все-таки стремиться в сторону того, что классную звездочку вот здесь вот найти, которую ты будешь запускать, и мероприятия там, постоянно писать кому-то. Вот я бы на это фокус делал. Окей, я поняла, в принципе, что делать. Вообще, вот знаешь, пообщалась сейчас, посидела так, зарядилась, каким-то вот позитивом, какой-то энергией, что-то делать сразу вот хочется идти. Класс. Давай еще. Какие вопросы есть? Да вроде нет вопросов. А должны быть? Какие темы тебе интересны для запуска? Наверное, бьюти-сфера. Я не работала с бьюти. Вот. Ну, опять же, психология, духовность какая-то. Вот это, наверное, прям такой топ. Да. Вот чтобы понять даже, какая сфера, я бы здесь всегда искал на пересечении. Вот если мы зайдем в статистику гет-курса, то здесь мы видим, что на первом месте это профессия. То есть если бьюти, то это, скорее всего, профессия визажист, например, или там, ну, какая-то профессия. Ну, те же стилисты, по-моему. Стилисты. Профессия стилист, профессия психолог, да. Потом здоровье, заработок, личный рост, психология. Ну, психология тоже норм. Да. Вот здесь вот есть языки рисования в конце, астрология, отношения. Вот. Поэтому я бы первое смотрел, есть ли на это спрос. И второе, вот если там стилист или что-то это, там, не знаю, Сердару точно написать, Камбарову. Сердар, вот у него 7 тысяч человек, точно есть бьютики в подписках. Если он на них подписан, значит, они, наверное, что-то умеют. Например, визаж. Вписываю. И вот здесь вот в подписках, смотри, сколько визажистов, на которых Сердар подписан, то есть, скорее всего, они что-то знают. И ты вот так вот берешь и смотришь. 8 тысяч подписчиков. Смотришь на охваты. 9 тысяч, 12. Ну, достаточно живая аудитория. Если еще есть какие-то известные люди, известные кейсы, то все. Значит, она что? Эксперт. У нее, вон, база с нуля про мейкап артист, повышение квалификации. Заходишь, смотришь, здесь на мессенджер, лид-магнита нету, воронок, например, никаких нету, кейсов нету. Ну, точно можешь усилить ее. И вот так вот как бы берешь и делаешь рассылку по всем бьютикам, а потом по всем психологам. Например, заходишь, не знаю, кто у нас, Ситников, 168. Вот, возможно, тоже на психологов подписан. Крутых. Вот. Психотерапевт, 19 тысяч подписчиков. 77 лайков, 100 лайков. Ну, небольшая аудитория, но если мы говорим про профессию, возможно, она в профессии очень крутая. Ну, вот, я по подпискам тоже часто люблю искать, потому что это не кто-то со стороны, кого вы случайно нашли, и, может, она вообще не эксперт. А если лидеры мнения на нее подписаны, значит, они что-то умеют. Вот. Ну, да, в целом вообще все здесь предельно четко, предельно понятно. Вот. Еще, кстати, могу крипту запустить. Вот. Поэтому кому-то обращаюсь. На тех же психологов следующий этап. Да. Окей. Ну что, и следующий, наверное, это совет, это психологически просто быть готовой, то, что ты идешь в новую сферу, постоянно на высоком состоянии, в первую очередь, любить себя, придумать себе вознаграждение за запуск сразу. Не в зависимости от того, какой будет результат, я там еду на массаж в Ридскарлтон или лечу куда-нибудь. Ну, то есть, вот прям, чтобы ты понимала, я делаю запуск, на максимум сейчас выкладываюсь, но потом я себе кайфы устраиваю. Да. Это всегда работает на 100%. Да. Класс. Давай, рефлексия. Как тебе разбор? Что поняла? Блин, вообще очень, очень классно. Вот. Что поняла? Поняла, что нужно на самом деле больше делать, меньше бояться. с командой тоже все четко, все ясно, как кого найти, ну, точнее, кого вообще нужно найти, как организовать весь этот процесс. Вот именно в голове появилась какая-то четкая схема, что, зачем следует. Вот. И в целом, да, нужно брать и делать. Вот. Класс. И давайте еще дозакину историю с тем, что вот многие эксперты, они не хотят публично, ну, например, они запускают профессию, например, вот кто? Бьютик запускает профессию для бьютиков, да, там, профессия визажист или стилист. И вот они не хотят, чтобы это публично выглядело как-то вот как инфо-цыганство, вот это все. И что можно сделать? Я вот близкие друзья зачем добавил? Я написал, поставьте плюсик все, кто хотят фишки по запускам получать. И по сути, я отделил всю свою аудиторию от тех, кто хочет фишки по запускам. И это целевая аудитория. И я в близких друзьях, мне уже не нужно выходить с анонсом разборов в основные. У меня все в близких друзьях. И мы теперь понимаем, что нам нужно делать прогрев не на всю аудиторию нашу, а чисто на этих людей. И поэтому любой бьютик или вот любой эксперт, он, если запускает профессию там психолога, психолог говорит, ребята, поставьте сейчас плюсик в директ все, кто психологи. Добавлю в близкие друзья и буду рассказывать все фишки по профессии. И ты берешь, и у тебя 100 близких друзей-психологов. И ты понимаешь, что ты с ними делаешь как можно большее касание. И ты уже работаешь не на количество трафика, а ты работаешь на количество касаний с этими людьми. Ты уже им пишешь директ, общаешься, аудио записываешь, в телеграммах отдельный добавляешь, чат избранный называешь, давайте там общаться, делюсь советами, давайте разборы делать. Все. И задача, чтобы из этих 120 было клиентов. 20%. Поняла, да. Спасибо. Класс. Давайте похлопаем. Супер. Давайте, знаете как, еще, если есть, поднимите руку, у кого совет, совет Саше, что-то подсмотрели, какое-то наставление, или как усилить что-то, или направить, или если что-то такое есть, поднимите руку, скажите. Или дать в целом обратную связь по Саше. Вот. Окей. Вопросы есть у кого-нибудь? Давай. Привет, меня зовут Диана. У меня вопрос, куда падают деньги? То есть, если это твой товарищ, знакомый, да, ты спокоен, что там вы сделаете продажи и делите прибыль. А если нет, а согласен ли он на твой? Просто по опыту, я не знаю, как это. Классный вопрос. Окей. Интересно звучало вначале. То есть, откуда вы научились, а куда падает? Но это для Рилса. Я подумала об этом, чтобы было. Да. Смотрите, здесь по договоренностям, как я вначале старался сделать так, чтобы на мое ИП. Потому что, ну, а если блогер уйдет или ему что-то не понравится или это, то как быть? Сейчас, с учетом всех налогов и всей истории, я, чтобы не мешать, вот у меня на, у блогеров свое ИП. Вот туда и приходит. У меня свой курс. Вот ко мне и приходит. И мне понятно. Я лучше просто получу гонорар уже за вычетом всего. Чистый гонорар, без всего. Мне так удобнее. Если мы говорим, а как все-таки сделать так, чтобы быть уверенным, что мне придет этот гонорар, то договор 100% помогает. И понятийно, даже если не идти там куда-то разбираться, просто человек, который подписывает договор, он как бы более серьезно относится к делу, чем человек, который не подписал договор, который просто на словах сказал, давай попробуем. Поэтому это договор. И в целом, ну вот, например, Рома Тимянников, он вообще почти никогда не подписывает договоры. У него есть имя уже, он спокойно себя чувствует. Ну, даже не в этом. Он даже, когда и не было имени, к тому, что это публичная сфера, и все друг друга знают, и блогеры, ну, кинуть кого-то, это тоже минус репутация. Ну, то есть здесь есть репутационная история. Я советую подписывать договор. Были раньше запуски у продюсеров, когда они половину на себя, половину на блогера, но это считается дроблением, и это вообще неправильная история, поэтому нужно точно выбрать одно ИП. Вот. И, ну, аргумент, чтобы принимать на ваше ИП, например, такое, что, смотри, давай сделаем так, мы подписываем договор. Гонорар. Второе. У меня, я к себе подключаю всех брокеров, все акведы, я занимаюсь историей с оплатами, нужно со всеми подписать договор с самозанятыми. Ну, то есть на мне эта история, я беру на себя, иначе это нужно тебе будет все делать, тебе оплачивать постоянно, это не очень удобно. То есть и в некоторых случаях блогер сам говорит, давай себе, мне просто дай гонорар с этой истории, когда у вас есть доверие. Ну, и главный, наверное, в этом плане совет, это если вы чувствуете уже жопой, что что-то не то, что как бы, то и не надо заходить в эту историю даже. Ну, то есть если вдруг что-то увидели, на чем-то поймали, лучше на старте это заметить и не заходить, чем потом, ну, что-то там отвоевывать. Поэтому бумажки не помогут, если понятийный человек не экологичный и что-то хочет там кого-то обмануть. Вот. Как-то так. Спасибо. Все круто. Спасибо. Спасибо. Спасибо.